помните мы говорили о этике о любви интересная вещь что мы на прошлом уроке остановились о том что нужно и необходимо возлюбить себя и приказ который господь дает возлюбить ближнего как самого себя оказывается то что он относится к тебе лично возлюби себя возлюби себя если ты возлюбишь себя возлюбишь и ближнего твоего но это мы видим что бог это бог хочет чтобы мы имели правильное понимание любви есть сегодняшнее время как бы такая тенденция которая хорошо и она пропитана среди людей это понимание что бога нет вы поймете дальше мы говорю даже даже уже в религиозном государстве как украина бугайте как может быть европа потому что она считается тоже как бы христианской во всем этом все равно просматривается некая момент безбожия может быть много храмов много церквей но безбожие в обществе но просматривается несмотря на религиозность может быть внешняя религиозность народа потому что недавно только праздновали пасху только недавно про все происходило будет следующие праздники что повлияло на этот безбожий безбожный мир что произошло как вы думаете почему мы на у нас следовали что-то такое что на самом деле шокирует сегодня нас понятие атеизм атеизм мы сейчас мы сейчас мы сейчас будем говорить об атеизме мы сегодня будем говорить что такое любовь с точки зрения атеиста и что такое мораль все все во всей истории человечества мы понимаем что человек искал истину можно будет такую универсальную истину или же истину вселенной я думаю что из причины как бы причина одной из причин мы видим это вавилонскую башню человек пытается всегда каким-то образом отойти от понятия монотеизма да потому что бог и сидит есть когда с божья структура вы выдвигая себя в ранг божества каким-то образом выйти из-под контроля бога и пытается сделать свое свою свою политику знаете платон говорил что что невозможно понимать себя пока ты не поймешь всего невозможно распознать себя если ты не поймем не познаешь всего целости еще говорил что и иоанна 3 глава 5 стих если ты не родиться не свыше что что не сможешь попасть куда в царство небесное вы понимаете что поиск универсальной истины то есть которая подходила бы для всего человечества невозможно было найти без бога вне бога истины нет еще поэтому говорит я есть путь истина и жизнь истина которая искал человек заключалась философском подходе к вопросу потому что каждое поколение каждое поколение как и так же поколение приходило к основам что нет абсолютной истины потому что без бога абсолютно истина только в боге но что-то про что-то происходило уже в девятнадцатом веке что-то особенное поднялось в европе что мы с вами унаследовали как вы думаете это обращается как вам к вам как верующим людям какая причина человечество было в том чтобы искать какую-то истину что заставляло человечество или чем людей искать какую-то истину духовный голод духовный голод хороший ответ что еще духовный духовный поиск нет господь нас создал для общения с собой и когда вот эта пустота мы всегда ищем потому что мы его для чего мы созданы для того чтобы быть с господом и если его нету то наша природа она вся что-то ищет неудовлетворенность всего чего-то ищешь понимаете ну что еще может еще дополнение невежество и бескультуре любого поколения не удовлетворяло запросы на духовном уровне который мы сейчас говорю конечно . точки зрения культуры как бы уже будучи образованности на людьми но суть почему человек искал как вы думаете насчет того что еще говорил об обольщении что в этом мире духовном мире есть две силы так вывод так та темная сторона души где человек подвержен влиянию бесов дьявола да ведь суть его цели и на самом деле обратить человечество к себе отвратить от бога и взять их фокус на себя почему я говорю об этом вы помните победную песни мирем когда вышли из египта что мирем воспевала кто подобен богу богу нашему воспевала эту как бы ну знаете песнь победы когда вы идете к откровению и она написано что народы скажет кто подобен зверю кто подобен кто сравниться с ним что конце веков все таки человечество каким-то образом отойдет от фокуса от бога к фокусу на того кто на самом деле не является творцом а будет ужасом и устрашением людям вы поймите что чем я говорю что цель реально злых сил отвратить человечество от бога и божией морали привести к расстрелению общества и всепозволенности которая приведет к пагубе что происходит сегодня сегодня как никогда в мире воспевается сатана заметьте если раньше старые века колдовство наказывалось там всякие ведьмы наказывались инквизиции поэтому многие в тайне какие-то вещи творили да там прозерливцев и колдунов и бог запрещал это делать разговоры с мертвыми и так далее как бы будущее то сегодня как никогда в открытую об этом говорится причем если раньше группы были какие-то маленькие сатанистов которые в тишине где-то там они свои ритуалы делали были какие-то маленькие такие группы то сегодня этот доступ идет по всему интернету по всему телевидению возьмите гэри поттер да которые реально проповедуется черная и белая как бы магия но магия остается магией да после фильма гэри поттер да в англии число суицида или самоубийство выросло во многое много раз потому что каждый ребенок пытается в себе найти гарри поттера который будет владеть силой и как бы сказать используя это либо в доброе либо в злое посмотрите на внешний вид молодежи которая себя хочет как бы сказать отобразить себе все зло вот это келты да эти келты всевозможные готы это мари мэлсон да да который был сын проповедника и после всего в открытую поклоняется сатане последнее время это время в котором мы живем поэтому о том что я говорю сейчас да это начало имело не просто вот переменах революционных переменах поиск человека был долгое время быть отделенным от бога быть поклонением каким-то другим идолам бог послал своего сына и предоставил путь избавления но последнее время особенно последнее в котором мы живем особенно когда восстанавливается израиль зло будет процветать зло будет увеличиваться и для нас очень важно посмотреть времена и сроки видеть чтобы нас не захватил этот мир но частички чтобы вы понимали частички посеянного уже в разум человека который с нашего детства уже имеет семена и с этими семенами нужно бороться 1890 1935 год это было движение которое потом выросло в целое учение то есть дарвинизм помните да это такое философия философы уже перестали быть как бы такими людьми которые предоставляли путь для человечества как бы вот и дарвинизм начал проявлять себя уже в совсем другой как бы сфере который переставил все наоборот ценность человека привело к минимуму потому что человек стал делать то что никогда до этого не делал появились новые абсолюты для человечества появилось такое понимание как Бога нет в это вот именно в это время фридлих энгельс да классный дядька с будучи с хорошим предпринимателем и он был хорошим капиталистом он написал такой как бы труд да назывался как капитал он написал как разрушить его личную империю которую построил и пути как это сделать в это время происходит революции которая толкает человечество на новый уровень уровень новой морали они говорят что библия не имеет основания и все подлинные истории библии является вымыслом и библия не является путеведителем для человека любая там все во франции происходило да французская революция там также и определение было нету морали то есть человек имеет выбор своей морали в то же время появляется понимание вещей как нет плохого или хорошего нет зла или добра в то же самое время уже уже в россии через блаватскую и других таких может мистиков появляется понимание что человек сам лично выбирает свою индивидуальность он может управлять жизнью и что он особенный что реальность и истина она провозглашается или производится через личность человека и человек становится отвесом всему что происходит в этом мире интересное время которое переживало человечество и до сегодняшнего дня данная теория имеет очень большие как бы большое влияние очень серьезное влияние почему сегодня даже в мире смешались религии восточная религия бог говорит христианство иудаизм кабала и другие они смешивают вместе чтобы показать что человек в сущности может избирать и направлять и изменять суть истории сам человек вы не знаете как называется такая философия и коммунизм это объединение просто всех религий а вот то что человек становится правильно гуманизм именно это это философия философия смерти я так называю почему потому что если нет бога нет причины жить то есть нету загробной жизни все уйдет как 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 хочешь нету стимула провести свою жизнь достойно морали божьего писания нету поэтому после этих вот таких революционных вы уговорить изменения философии и морали общества мы видим умножение суицида среди художников среди певцов среди среди людей театралов потому что данная философия которая говорит что человек сам управляет жизнью и он сам может направить все бога нет библия не является абсолютом которая для человека ты сам выбираешь образ жизни в это же время в это же время очень серьезно проповедуется образ жизни распутство и богат гомосексуализма и знаете откуда они взяли этот принцип что человек является творит творцом своей истории взяли из описания данная философия опираясь на то место где говорит что адам и ева они сами выбрали свой путь послушав люцифера где говорится вы будете как боги взяв этот воборот они именно начинают использовать этот момент что адам и ева реально они взяли в жизнь свои руки и они диктуют происходящее вся эта теория держится на обыкновенном случае да теория эволюции держится на теории случая случайно где-то в космосе произошла атомная война я так шутку говорю взрыв которое произвело состояние нашей галактики и потом образование земли мы мы понимаем что случайных вещей не происходит но эволюция и сам гуманизм да он держится на именно на этой теории теории случайности и человек произошел случайно творца нету как сказать мужчина и женщина произошли путем эволюции путем выживания вы понимаете да эта теория она имела силу в обществе которое жаждало перемен как то где церковь не могла предоставить другой путь путь который может быть многие из нас переживают отношения с богом рождение реально свыше опознание бога через писание церковь не хотела и не пыталась это сделать зная что власть ее была как бы абсолютно в том обществе поэтому люди позволяли себе такие такое мышление и мышление мы видим к чему приводит вся жизнь это эволюция что это чистый просто шанс случай все что произошло с нашей землей и все что вокруг нас это случай случай а это значит что человечество или человек личность homo sapiens является всего лишь продукт случайности и времени и вы поймете о чем я говорю это время для этого нужно миллионы и миллиарды лет чтобы сделать всю теорию более реальным это причина время случай вы знаете что в этой в этой теории теории есть небольшая правда это это все интересно после смерти это все как бы может быть что человек уже ничто что человек творит свою историю уже после смерти почему потому что после смерти ничего не может сделать на самом деле в этой теории человек не имеет никакой ценности он же такой же продукт природы как и собака любое животное и насекомое по этой причине сегодня и развивается такое понятие как аборт да почему говорю эмбрион ничто в одно время как человек который проталкивал аборт или же не аборт даже расовый как бы по моменту расовых идей он говорил что даже новорожденный ребенок должен пройти какое-то время чтобы доказать что он имеет право на жизнь да что у него нету отклонений и так далее так далее мы к этому человеку еще подойдем но в этой в этой теории не существует проблем с абортом называется генная инженерия да такой в этой теории нету проблем с этим клонированием и контроль населения путем всяких таблеток предохранение и все остальное это все вот то что мы сегодня с вами наследуем является продуктом девятнадцатого столетия теория которая выдвигается человек он сам творит себе будущее тогда если все мы подобно животным и ничем больше не отличаемся чем комар или же та же собака будем говорить тогда тогда при чем здесь мораль откуда же тогда берется мораль мораль в этой теории помните теория выживания выживают сильные означает что война это нормальный что естественный отбор вы поймите чем я говорю да моменты реально первая мировая война вторая мировая война что происходит при всех от нас вопросах вот говорить человечество я не думаю что столько было войн и ужасных войн в прошлое как как это происходит в 20 тысячелетие революции войны которые занимали занимали много-много или уничтожали много-много людей по причине вот именно этого понятия гуманизма либо же теория эволюции чтобы выживают сильные какая момент бловацкая что и что я касалась что человек это мог что может делать то что хочет он сам творит свое будущее гитлер взял эту теорию смешався это вместе на самом деле делает естественный отбор путем своих казней и уничтожения некоторых раз страдали не только поверьте страдали не только евреи страдали цыгане страдали гомосексуалисты страдали русские страдали очень много близнецов которых делали опыты я вам скажу медицина получила колоссальный объект познания как лечить после Второй мировой войны прыжок медицины изучение всяких болезней и мутаций и применение лекарств серьезно и резко подросло после Второй мировой войны потому что было очень много материала которое можно было исследовать и немцы в этом преуспели я ничего не имею против немцам вы понимали что все что мы переживаем и пережили это было как бы сказать момент где в девятнадцатом столетии дьявол просто переворачивает все на другую сторону где приходят идеи что нету Бога нет абсолютно нету Библия не является истинным словом Божиим это все это наиграно все это мы можем изменить сами и понятие такое да как я вот общаюсь с многими людьми они говорят христианство это была религия для рабов Костантин ее принял в Рим как государственную чтобы покорить рабов и держать их в полном контроле потому что ни одна другая религия не говорит о том чтобы подчиняться своим хозяевам уважать их если тебя бьют по левой щеке поставим правую то есть это и он увидел что это хорошая религия для контроля и многие люди которые прошли институт университеты которые заложены это вот философия философия гуманизма или же что человек это личность которая может менять свою историю они и спорят о том что христианство это религия для рабов используем властью но мы видим что здесь на самом деле в европе и уже по всему миру распространяется другая философия которую мы каждый из нас пожинаем это философия именно гуманизма что же такая война в чем проблема войны как вы думаете вот в данной философии это не является проблемой правда это естественный отбор и нормальная селекция слабых уничтожения слабых рас которые не нужны которые можно малопродуктивных это война это на самом деле то естество которое наклала на нас философия Дарвина выживает сильный если у нас нету твердого основания в писании если мы не верим в писанию что бог говорит относительно других людей не убей не укради да не ищи ближнего своего не пожелай жены то здесь заповеди которые мы имеем если мы не считаем что писание является основой для развития общества тогда у нас мы называем превратный разум мы понимаем мы думаем что нам все позволительно поэтому постсоветском времени вы помните да если кто там проходил это многие из вас пережили ужас который не дай бог другим пережить я не говорю война я говорю отношение людей к людям когда всепозволительность пошла когда милицию например не считали ни за что когда милиция не считала за что других бандиты делали то что они хотели милиционеры делали то что хотели женщин продавали в рабство как бы под предлогом это выезда на работу в других местах то есть позначился назывался такой на самом деле торговля людьми реальная торговля людьми почти откуда это все откуда такие корни откуда такое действие откуда такая мораль не как бы не оттуда не ли где мы говорим о дарвинизме как суть выживания суть самой философии мораль в то время она как бы и сегодня она не сильно очень изменяется поэтому люди которые не считают себя верующими основы не имея основания у них превратный разум тогда они говорят что давайте слушайте давайте будем спасать женщин потому что аборт это спасение это 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 девушки или то парня да все делают ошибки но теперь ведь аборт нужно легализировать и это необходимо сделать потому что мы спасаем женщин от той трудной участи которая ожидает как мать откуда это кто кто из вас встречал женщин которые чуть ли не каждый год делают аборты встречаете хотя это не легализировано в этом самом в как бы ну как бы в советском союзе да бывшем но на самом деле в то время даже в то время это считалось как давали больничный и проплачивают все твои расходы интересно что в китае китае был принят закон в 90-х годах был принят закон что семья должна иметь всего лишь одного ребенка есть есть если рождался второй ребенок тебя лишали очень многих привилегий рождался третий тебя могли посадить в тюрьму лишали всего настолько этот этот философский мир дарвинизма выживание селекционизма и все остальное внедрился во всем мире хотя библия говорит о том чтобы аборт это грех убийство грех мы не можем руководить кому жить кому умирать это все в руках господних поэтому мы созданы таким образом писание мы должны нести на себе мораль за человеческие жизни такое понятие как гуманная смерть да кто знает как называется автаназия да сегодня это полным как бы это можно сказать продвигается по европе хотя осуждается в многих странах осуждается но это считается гуманно вывести человека слабого из жизни и что это безнаказанно это гуманно ничего греховного нету гумосексуализм я понимаю что мы сегодня говорим это как бы норма общества для постсоветского пространства так как бы входящие через гламурные сети вещи в общество сегодня на самом деле это проблема сегодня это проблема постсоветского государства и россии украины и других сегодня это проблема которая захватывает не только слои населения среди рабочих и крестьян а сегодня это разбава или забава уже людей с деньгами сегодня я говорю о тех фактах которые происходят сегодня педофилия или же порнография с детьми ребенок детей это норма считается общество для безнаказанно остается в Санкт-Петербурге и в Москве уже многих олигархов либо приезжих либо еще людей с деньгами не интересуют обыкновенные проститутки и подавали либо мальчиков очень маленьких либо девочек очень маленьких Азия это кошмар и это как бы всего мира люди ездят туда чтобы развлечься секс индустрия которая развита это родители не могут позаботиться о своих детях они их отдают в 12 в 10 в 8 лет на панель продают просто-напросто мораль мы говорим о том что повлекло собой и понятие это дарвинизма мы все пытаемся выжить послушайте что же является реальностью где нам искать эту реальность нам лично поверьте не в объединенных нациях мы не найдем там истину хотя они борются за права человеком да вы посылаете свои танки свои свою армию в очень тяжелые места земли горячие точки но на самом деле объединенные нации не дадут нам истину даже вавилонская башня я вам скажу одну такую интересную вещь и когда был в израиле я стоял на храмовой горе и потом мне удалось побывать на золотых воротах сверху это как бы была ну я скажу это милость божья и наверное вот такой сюрприз от господа но мне сказали одну интересную вещь что база оон находится в другом холме то есть и там целый холм там а их не база они расположены там я говорю а в чем же как бы ну цимис в чем почему они говорят знаешь это то место где Авесолом собирал армию против Давида и гора называется гора заговора я так вау ведь на самом деле данное общество не решает про моральные проблемы народов они решают гуманный подход к проблеме основываясь на теории Дарвина и сегодня у нас есть проблемы как у народа как украинцев евреев русских у нас есть семена которые посеяны в третьем пятом десятом поколении до нас и подсознательно почему многие люди не могут поверить в бога эти семена они как бы просачиваются вопрос а на самом деле он что есть кто покажет мне его интересно мне это притча из-за богатого из-за лазаря помните да умер и тот и тот и лазарь попал в лоно аврамова а богатый мучился в аду и он говорит слушай пошли отче аврам пошли лазарь пускай макнет свой мизинец в воду и даст мне то что умираю здесь он говорит между нами большая большая пропасть так хорошо пошли его этот самый туда к моим братьям пошли пошли чтобы они не попали туда где я нахожусь он говорил им просьбу был делать о реальности то есть он понимал что мораль которая была в то время он по морали получил свою то есть как бы возмездие за свои дела я говорю пошли чтобы они не попали в то место где я нахожусь и знаете что абрамского помните у них есть моисей пророки даже если кто-то из мертвых восстанет они не поверят знаете что он говорит еще больше очень сильно говорил о себе даже если я восстану из мертвых это не станет причиной для всех кто покается и нужно исследование нужно вести моральный образ жизни который положил бог в моисея вы понимаете что код общество которое мы живем как бы или же верующие живут мы не живем на каких-то основах нового завета правильно да как бы это это всего лишь исполнение того божьего предназначения которое бог вложил в моисея пророков павел равшаул петр все ссылались на пророков на закон который говорил уже устоявшийся мораль относительно человека и бога человека и человека сегодня эти грани стерты поэтому для многих людей пойти в церковь легко потому что ты пришел бога которого ты не видишь а дал ему честь человека которого ты возненавидел ты возненавидел и используешь свою силу как бы вот в семье которое положено было в дарвинизме а подсознательно подсознательно это сеялось в школах в университетах в программах в фильмах мы как будто как запрограммированы что подсознательно мы выживаем сильный выживает и очень часто такие вещи происходят в общинах или в церквях мы начинаем друг друга давить нажимать наезжать и пытается выжить выжить те кто слабы а еще по-другому чтобы мы делились чтобы мы помогали чтобы мы не смотрели на наши трудности новый завет говорит о том что чтобы принимали слабых верить как без споров не споря о них но назидая их в любви должно быть подчинение обязательно должно быть подчинение не глупое не глупое но понимая что власти данные богом они направят чтобы коррекцию произвести чтобы направить на человека и основанием является слово божье аминь мы делаем перерыв пять минут мы продолжаем сейчас эту секцию и мы подходим к одной вещи мы понимаем что атеизм является отравой для всего общества атеизм произошел сам по себе его фактически создали через путь Дарвина будем говорить это теория относительности теория эволюции это всего лишь теория и гуманизм который выходящий из этого сам гуманизм говорит бога нет и оттуда выходит атеизм я почитаю одно место вам писание притча 30 глава 14 стих есть рот у которого зубы мечи и челюсти ножи чтобы пожирать бедных на земле и нищих между людьми я думаю что это четко описывается о гуманизме и о ну так сказать на самом деле атеизме атеизм или же не может показать другой любви как только уничтожение понимаете о чем говорю да атеизм отрицая бога и принимая в сущность что люди творят историю и творят свое будущее не могут и не иначе предоставить любовь как только через уничтожение другого как бы сказать другой половинки как это очень просто если писание говорит нам о том чтобы люди люби верующие или же даже богобоязненные люди любили и уважали своих жен да чтобы они относились к ним как с необычными сосудами чтобы когда ты хочешь даже жениться ты должен был сделать много вещей в еврейском как бы понимании много должен приготовить место для своей жены то гуманизм и безбожие говорит другое как как Юлий Цезарь говорил да пошел увидел победил захватил взял свое это мое вот такое такое состояние у нас сегодня в обществе сегодня даже нет понятия как бы вот ухаживание за девушкой нет такого понятия нет такого понятия моменты такого как сколько пошли на дискотеку потусовались увидели друг друга поцеловались секс все попользовался слушай извини пожалуйста не мое подвинься не подходишь что-то что-то не так вроде бы все одинаковые но что-то не так послушай ты сейчас мыслишь по христиански ты сейчас мыслишь по христиански то что вы смотрите сейчас по телевизору как бы попытка благо восстановления благородства отношения как бы дамы приглашают кавалеров кавалеры приглашают дам там четкие нравы мы возвращаемся в то время когда церковь пыталась диктовать нравы для верующих людей но реально сегодня это не происходит сегодня гуманизм и безбожие оно при всем том что они говорят что они верующие да но не имеет бога в сердце устами что а сердце далеки от этого поэтому пренебрежение друг другими нациями народностями противоположным полом он он реален сегодня в нашей стране мы всего лишь даже смотрел передачу споры сегодня идут стоит ли иметь запись в паспорте или не стоит или просто жить и поживать и добра наживать ну 20 лет уже в браке дети есть или не в браке или гражданский брак что же это такое стоит или не стоит всего споры идут и на самом деле посеянное посеянное через теорию Дарвина гуманизм и атеизм оставляет в нашем обществе глубокие корни и влияет на все общество и мораль становится собственной моралью уже не даже нету морали общества есть может быть даже критерии законности да может законности которым мы пресекаем нарушение закона но морали общества сегодня нету она разрушена и чем дальше будем идти тем тем еще больше она будет захватывать что что было не не разрешимо сегодня допустимо то что считалось грехом раньше сегодня это норма норма сегодня даже люди которые попали в ну проблемы он говорит так изнасиловал девушку в ветхие времена что делали все до свидания на тот свет сегодня если есть деньги можно еще это самое скажу она меня изнасиловала люди вышли мы увидели ее вы видели что происходит так не так я стал жертвой после того еще люди те которые попали вы лежатами станут еще отплачивать чтобы это чтобы отцепиться от этого положения но на самом деле это как бы раковое состояние нашего общества я говорю постсоветского состояния сейчас я говорю в том где мы живем и так же это то же самое относится и к европе и к америке и даже к азии ой вопросы есть какие-то давайте изыкли откройте изыкли аст языки нет экклезиастов извините пожалуйста экклезиастом 10 глава 12 13 почитайте возьми микрофон как раз есть почитаю да слово из уст мудрого благодать а уста глупого губят его же начало слова из уст его глупость а конец речи из уст его безумие мы видим что мы к этому безумству пришли как общество без морали мы говорили о том что сегодня на самом деле общество пытается свои потребности физиологические потребности мина восполнить минуя мораль которая записана в писании по сегодня отношения в обществе бесчувственны захотел попользовался отпустил ненужное то есть сегодня люди как бы позволяет себе сексуальную революцию без права человеческого другого выбора причиной этому становится атеизм который глубоко распространился и распространяется до сегодняшнего времени при наличии духовенства при наличии религиозных общин человек на самом деле не понимает такого простого понятия который сказал ишуа без того что без рождения свыше без рождения свыше невозможно попасть в царство потому что рождение свыше заставляет тебя прийти к морали относительно другого человека ответственность другого человека помните мы в прошлый раз говорили возлюбли ближнего самого себя если сегодня морали нету реально то есть как бы богов и так реально сегодня морали нету достоинства честности такого благородства дам скромности и благочинства такого благочестия то морали нету тогда все свои похоти все свои желания мы просто выражаем одним актом действия секс если мы не любим себя то у нас получается животное состояние тому к чему пришел Дарвин мы выживаем друг друга выживают сильный пользуйся не пользуйся до свидания мы приходим к морали сегодня понятие отношений между девушкой и парнем заключается всего лишь в активных отношениях сегодня молодежь для них удивительная часть том что девушка или парень девственник в 13 14 лет это же как бы пик писк как бы молодежного развития и все о чем они говорят кто где почем откуда за что кому с кем реально мы приходим к пониманию что мы живем последнее время хотя нам нравится нам нравится что у нас хорошие машины например общество развивается дороги делают кажется мы входим в европу мы становимся очень благоразумными мы становимся ну как бы цивилизацией но на самом деле мы раскрываем в своих личных похотях забывая бога хорошо вопросы давайте сделаем такие дискуссии небольшую допол можешь дополнить вот вы сказали что в принципе основоположником атеиста явился дарвин значит ну вообще можно говорить о трех личностях которые в тот в тот промежуток времени были активны и они повлияли как раз таки произвели удар по тем путям которыми бог открывается человечеству потому что мы знаем что бог открывается человечеству через совесть через историю и через созерцание окружающего мира согласен значит и вот по истории ударил маркс своим трудом капитал по совести ударил фрейд своей зигмунд фрейд своей теории о психоанализе о либидо которая стала основанием для нацизма значит и соответственно по теории по пути через созерцание окружающего мира теория Дарвина интересно что сам Дарвин в принципе написал труд который назывался теория происхождения видов и этот труд относился только к животным закончил он этот труд примерно следующими словами что касательно происхождения человека я не могу ничего сказать потому что это великая тайна но причем автором этой теории был его дедушка он ее просто развил значит но в конце жизни он от нее отказался но его ученики поскольку поскольку это было политически выгодно тогда значит поскольку поскольку это был период колонизационных войн значит его ученики эту теорию возродили значит развили укрепили и в результате она называется теорией Дарвина хотя на самом деле она является не его но это на самом деле было очень выгодно потому что необходимо было решать как то вопрос туземными племенами которые находились на тех территориях которые захватывали европейцы значит и эта теория была очень выгодна поскольку поскольку эти туземные племена в соответствии с теорией происхождения человека по Дарвину они просто считались второй или третий сортными да значит и вот получается что в принципе атеизм как таковой он базируется вот на трех вот этих вот скажем так теориях которые являются результатом именно человеческого разума значит интересно что французская революция значит отвергнув Библию отвергнув Бога превозносила науку то есть по сути превозносила разум над всем остальными считала что разум является основной движущей силой человечества аминь аминь хорошо хорошо еще есть какие то вопросы какие то дополнения я зацепил такую такой момент мы приходим сегодня к понятию такому что же такое на самом деле мораль христианство что такое понятие нашей сексуальности наших кто мы что мы какое должен быть у нас даже какие должны быть отношения в семье что такое секс я понимаю это было три буквы вот это 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 хорошее но на самом деле секс и адек вдруг хочешь сказать да или вопрос давайте вопрос я хотела спросить ну как бы многие церкви входят вот этот гуманизм ну и что будет конечно входит гуманизм входит в понятиях религиозном понятии относить отношения это нормально где толерантность относительно каких-то сексуальных меньшинств и гуманизм относительно внутри каждой общины и еще вот хотела спросить по поводу одежды надо одежду одевать да я имею ввиду одежда которая соответствует этому миру вот она как бы противоположен смотрите при всем этом смотрите мы нет мира сего дано находимся в этом мире при любых обстоятельствах мы подвластны переменам которые происходят в обществе но то что считается нормой например нормой поведения в обществе не всегда является нормой поведения для христианства и очень большая разница смотрите сегодня мир делит на две части моя социальная жизнь и моя профессиональная жизнь понимаете дальше вам говорю социальная жизнь это то что я делаю вне своей работы вне своего бизнеса это мои тусовки это дискотеки это например мои бары моя жизнь после работы где я через гуманизм через атеизм я понимаю я могу делать все что я хочу я сам себе контролер и я сам позволяю своему телу то что ну хочу хочу делаю напился до чертиков да там пошел еще как-то сделал и вот это даже внешне внешне облик он показывает каков состояние человек смотрите каким образом римское право пополняло нужды социальные нужды людей например тех же больных тех же людей коллег социальные нужды общества каким образом вы знаете нет было очень просто помните есть писание местах и вышла женщина в одежде какой блуднице а блуд именно блудница носила какой-то особенный образ позволяемый в том обществе и все знали что она была блудница откуда знали что раф была блудница потому что она занималась этим делом то как бы и знаете у нее даже был свой притон так завела их в свой дом то есть дом и никто не не обратил на этих евреев никакого внимания понятие никто их не заметил даже потому что привычно было что данная мадам приводила к себе людей и зарабатывала на свою жизнь интересно правда мы видим что для самуила пошили особые одежды одежды которые были показать что он был другим да также говорится об иоанне крестителе что он носил одежду из верблюжьего волоса волосы не я как бы очень сильно протестую против всех фильмов которые показывают иоанна дикаря с большой бородой длинными волосами обвязался шкурой да шкурой убитого верблюда с посохом и гоняющийся как бы сумасшедший кричащий по кайте приближилось старство небесное я конечно против такого состояния потому что понимаю что сам сам иоанн он был сыном первосвященника поэтому родители еврейские родители особенно религиозные не дадут молодому человеку распуститься до такого состояния но я понимаю также что одежда которая была на иоанне была с ним другая потому что Ишуа говорит такие вещи кого бы сходили смотреть в пустыню человека одетого в богатые одежды никто не замечает этих вещей он говорит богатые они у себя находятся то есть на иоанне была особенная одежда которая отличала его как пророка как служителя да так же самое мы видим пророков которые шли и замечали что вышел пророк каким образом пророк ушел жерна на голове на шее себе все нет внешность была показана римское право позволяло сделать такую реформу если на тебе одежда которая говорила что ты нуждающийся тебе давали подати или даяния давали ты должен пройти что ты такой человек больной слепой после чего ты носил особенную одежду которая говорила что такому человеку можно давать подать то есть давать ему на социальные нужды понятно да теперь все это перекочевала в наше время и в церквях оно сегодня как бы в современном мире оно как бы мы как будто не отличаемся от мира но на самом деле но на самом деле мы не хотим это делать в общинах мы не хотим делать потому что мы не имеем разницы между нашей социальной жизнью которую мы ведем вне церкви и церковной жизнью которую мы ведем в церкви попробуйте сегодня в шортах и с голыми руками зайти в православный храм ну без платочка ладно те могут так как бы еще понять что ты путешествуешь и так далее но а другой все будет как бы очень презрительно посмотрите попросить выйти да попробуйте в синагогу зайти не получится теперь о чем я говорю если вы придете в короткой юбке или же очень обнаженной так далее на бизнес конференцию ну или бизнес семинаровым деловую встречу то с вами сделки не будет есть все равно правило по которым мы должны жить оно все равно обществом как бы диктуется но стирается грань где вне работы вне общины та грань где мы хотим позволить себе то распутство или то тот росток который пророс у нас в голове от гуманизма и атеизма мы начинаем позволять себе непозволительно зачем одевать короткие юбки или же ну да либо обтягивающие жильцы для ребят я не знаю привлекать к себе большинство преступлений изнасилования было доказывать что девушки сами провоцировали данную ситуацию кстати по прошлому году вот это по социальной работе по городу Одессе Одесской области у меня там одноклассник работает и он у меня с ним в беседе мы там с ним общались он этот вопрос и поднял что говорит 80% по Одессе Одесской области изнасилований из-за внешнего вида партнерш так называемых ну и так и раньше это было но вопрос как бы сегодня мы можем выглядеть очень красиво и должны выглядеть красиво потому что когда мы ходим в храм или в служение мы должно выглядеть хорошо но по какой-то причине мы не считаем это нужным не считаем нужным опять же свобода свобода гуманистический подход гуманизм которая растлевает наше общество и мы считаем что а Христос нас привел в свободе значит мы пришли в свободную общину или в свободную церковь позволительно не правда не позволительно не позволительно если было позволительно можно было бы голым ходить но увы нам неприятно амин есть ответ получила или нет говорить нужно делать а не говорить да я же в шортах вообще не хожу да по поводу толерантности вы говорили сексуальных влечений и меньшинств в этом два слова сказали это имеется ввиду считаться с ихним выбором или считаться с мнением церковь церковь имеет толерантность к ним да это в том чтобы воспринимать их как норма общества и они претендуют на те же права которые претендуют все остальные люди толерантность от этих это не обличать грех и не называть грека грехом гомосексуализм то ли лесбиянство является грехом который мы об этом пишет писание если не обличать а быть толерантным ссылаться на то что Дарвин говорит что это как бы одно из проявлений селекции да и мы гуманно подходим к этому вопросу значит это человек с такими навыками или такими болезнями как они называются нужно воспринимать в норме но проблема другая если бы это просто была болезнь и и святатый человек болеет и все но в это они втягивают других они приходят церкви общины и потом работают с нашими детьми работают с нашими подростками их же не не глючит по причине того что они такие вот больные они развращают нашу молодежь вы понимаете да это болезнь относится к обществу и если общество не будет отгорождать себя от таких вещей мы будем в проблемах например я не хочу чтобы учитель физкультуры моих детей моих ребят был извините за выражение так педиком так по серьезному я не хочу чтобы мои дети попадали под это влияние но очень много людей попало под это вещи за этим стоит дух моменты это это наше понимание гуманизм говорит что это 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 сегодня такое время нужно терпеть нужно вещества тоже люди и им должны права быть украина сегодня проталкивает некоторые лоббирует в парламенте именно этот момент толерантности к меньшинствам это значит что у них будет права получить работу в детских садах в учреждениях и за за их поведение они не будут нести наказание понимаете да вот и все давай вопрос правильного держите брюки у сестер у женщин в церкви это считается для себя для себя это считается как выбор или как болезнь я потом объясню почему я задал такой образ больные штаны налезли на досавана но дело в том что у определенного большинства некоторых верующих совсем другие скажем так понимание просто для себя такой смотрите нет смотрите опять же мы подходим к вопросу морали которая дает нам общество и если наше общество диктует моральное разложение то таким промоутером или же по рекламной становится наши гламур да то живут мода который которая сфокустила некоторое количество людей и то что например подходит одному потому что это его имидж не подходит другому это не означает это означает что я не должен быть под влиянием этого я должен носить то что подписание говорит что скромно скромность не имеется ввиду без макияжа или же без сережек или там без скромность означает то чтобы не привлекать к себе внимание со стороны братьев или братьев даже и сестер некоторые имеют с точки зрения ну возгорания то есть желание иметь сексуальные какие-то отношения и чтобы это предотвратить предотвратить человек должен понимать я иду в общину или я нахожусь на улице и мой вид он должен показать за мной типа следуй за мной отдам тебе все что есть либо наоборот и эта девушка скромная лучше лучше не приставать понятно да вот то что то самое могу вам сказать и джинсы они являются проблемой проблемой она является внутреннее состояние человека вот в чем проблема пожалуйста скажите как господь поставил нашу свободу поставил нашу свободу нормально поставил свободу но некоторые вещи я не буду делать в общине которые я могу позволить себе дома я утром проснулся я могу в пижабе или не в пижабе пойти по всему дому и взять кофе это не значит не означает что такая свобода которую я имею дома я могу поставить ее в общине мне скажут у пастора куку сорвало кукушка не сработало все надо вызывать скорую понятно да представьте себе момент что если позволительно на дискотеке пойти какую-то девушку познакомиться сразу ее обнять и то самое и потанцевать и все представьте себе такой момент что ты во время прославления начинаешь обнимать соседнюю девушку потому что тебе кажется что-то позволительно что ты подумаешь позволительно или не позволительно да 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 хотя я вам скажу некоторые больные люди приходят и в церкви и в другие места где на самом деле они знают что христиане реагировать святым кулаком по грешным феозономии не будут поэтому они и находятся в тех местах где не нужно быть им не должно они даже не прошли покаяния это все таких историй я знаю очень много и грех именно вот при любодеянии или этика вот или секс это это проблема общества секс создан богом для христиан для верующих людей как механизм не только размножение а самосохранение морали отношений и святости сложно это представить что секс был создан для святости сложно представить потому что у нас ассоциация это все с грязностью с развратом на самом деле секс это инструмент для христианина содержать себя святости контроля самообладания понимать да вот и все вопросов же нет давайте мы могли бы поговорить подробнее либо в рамках этого курса либо вообще отдельно о толерантности самого понятия как таковое если можно ли говорить вообще о понятии таком понятии как библейская толерантность толерантность верующих по отношению к миру значит потому что сейчас очень очень сильно манипулируется этим понятием благодаря чему грех проникает и в церковь и в другие какие-то вот места очень часто говорят такое вот такое выражение как не судите судимы не будете пасыр не суди нас слушать это самое мы на нормальный образ жизни мы живем в современном мире современный мир это не означает правильно да толерантность которую проявляет церковь на сегодняшний день она я считаю что это нездоровая толерантность если и если нам подходить к этому слову то есть это давайте разберем его видите что такое быть толерантным не это смириться с наверное с тем напором или отношения которые навязываются тебе терпимость терпимость ну ты смирился человек пришел тебя нагадил ты смирился ну а так и будет нет почему как бы как бы относиться с его уважением к его выбору но не означает в том что ты должен смиряться то может ли быть может быть может ли толерантность ну присутствовать в общинах смотря в чем она может быть и должна я считаю присутствовать только только смотря в чем и в каком контексте мы можем почему в том контексте где Витя сказал почему чтобы достигать слабых это в моем понимании может я ошибаюсь есть есть многие люди которые многие вещи не понимают и считаться с его мнением но не означает что я должен быть его мнением смотрите я обом говорит так наверное понятия толерантности у нас просто нету что такое толерантность что такое толерантность ты даже не знаешь что такое мы считаемся с мы терпим его выбор мы терпим его мнение собеседника можем сказать так в диалоге в выборе по жизни нет это как бы так нет я думаю что толерантность это не терпеть его выбор а принять его позицию как нормой и согласиться что такие люди есть в его положении понимаешь я понял но я по-моему так немножко по-другому просвещал смотрите мы можем спорить то есть мы можем говорить свое мнение мы можем говорить свое мнение например о поведении человека в общине и так далее различных ли о мнениях как бы вот сомнения мы не спорим принимаемых как слабых или сильных но толерантность является согласие с этим человеком о его поведении и его мнение которое расходится с священным писанием то есть не должно присутствовать вообще не смотрите как бы не согласия без различия к тому что он как бы навязывает гомосексуал в моем понимании это вот к примеру приходит человек в общину и говорит я гомосексуалист и я хочу принять водное погружение стать членом вашей общины толерантность когда мы говорим ну что ж у каждого человека есть свое направление свой выбор жизни может быть да может быть это тоже возможно возможно да ты призван достигать таких же гомосексуалистов и мы не против того чтобы ты то есть как бы мы соглашаемся с тем что его образ жизни его образ жизни он имеет право на существование среди нас в общении верующих и но на самом деле это противоречит писанию потому что писание говорит о том что с одной стороны немощного вере принимайте без споров о мнениях то есть как бы он слаб еще вере но мне не выражает потому что он не научен но это не значит что ты должен принять его веру то есть если он хочет больше если он хочет стать частью общины то ему придется отказаться от чего-то и принять что-то другое да отказаться от греха от того что писание называет явным грехом и принять святой образ жизни иначе как бы мы не можем мы любим тебя мы мы рады тебе но но тем не менее мы тебя не можем пустить в наше окружение потому что у нас другое качество жизни другие стандарты это также относительно может быть и внешнего вида и поведения например например человек по фене разговаривает да вроде бы и не сквернословит но по фене разговаривает образ 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 разговора и в данной данной например мы не можем с этим смириться мы не можем толерантно к этому подходить хотя может быть некоторые люди которые являются служителями пасторами групп или общин позволяет себе так поступать но это не является нормой и для верующего общества так она режет слух весьма но не режет слух это вопрос пока он отвыкнет это это все равно выбор все равно выбор разговора и навязывание своих своего времени когда приходишь господу ты все равно что-то теряешь допустим допустим чтобы прийти и взять что-то новое нужно потерять ту зону комфорта в которой ты раньше был отказаться от чего-то чтобы дойти к чему-то новому то есть все старое тебя тянет только вниз но не вверх и все толерантность относительно как делают верующие бизнес понимаете да отношения например обмана неправильного подхода или подход к выгоде развода например я не могу согласиться с тем что например гражданским браком потому что это ну норма может быть для мира не норма для является для нас например мне могут многие говорят о браке что писание мы не видим чтобы кто-то давал там свадебный этот самый договор как бы свидетельство о браке типа что благословляли пошел пошел Яков да поработал немножко и взял себе жену да так момент понимаете да что как бы она мне жена я пошел взял ее пошел взял все она тебе жена не было там хупы или там еще брачного загса и все остальное действительно этого не было но мы живем не в том обществе вы поймите что законом украины или же постсоветского государства и в советское время реальным считался брак тот то есть что муж и жена которые имеют свидетельство о браке то что называется гражданским браком как бы люди живут но реально мужем и женой они не могут назваться потому что несут ответственность друг за друга просто отношения поэтому мы относимся к данному данному вопросу более строго потому что от этого требует и справедливо закона правильно сегодня сегодня я понимаю что там проталкивается такой разговор как чтобы считали мужа и жену даже если они не не расписаны другими но это не но это не является документом другими словами если люди проживают гражданском браке они не имеют юридической какой-либо защиты со стороны государства все правильно а я когда с доктором вилсом беседовала он сказал что у них через семь лет после семи лет гражданского брака можно водное погружение вообще не все это нормально после семи лет может быть ты что не поняла ну не знаю нет посмотрите даже в америке странах где церкви дана власть бракосочетание должен быть бракосочетание должно быть посмотрите не она не может принять вода это это противозакон то же самое что да я езжу на машине и я не буду соблюдать правила дорожного движения так я поеду сейчас по тротуару и буду всех давить нет даже можно ехать ты можешь ездить но без прав но неважно ты правильно сделал пример я захотел пошел купил машину моя машина моя машина я заплатил за нее деньги которые я заработал разрешат тебя ездить ты можешь ездить но становишься ты преступником закона конечно да потому что у тебя нет прав понимаете о чем говорю да вот один из примеров либо может можно можно свидетельство дело в том что недавно приехали ко мне там друзья с другого города они хотели они живут в гражданском браке и они хотели поселиться в гостинице в нормальной ни одна гостиница города одессы их не приняло в связи с тем что у них не было предоставлено свидетельство о браке как мужа и жену им пришлось купить два номера в отдельности на каждого только после этого их смогли по времени дальше можно да ну я говорю так что мы есть толерантности да церковь не должна быть толерантна и павел в этом говорит о том что мы не можем смиряться с грехом который проникает церковь да одно из невероятно смотрите очень простая момент простой в коринфе происходит одна проблема он говорит я слышал что кто-то из вас живет женой женой своего отца говорит такого даже у язычников не происходит а вы возгордились то есть грех каким-то образом через свободу каких-то отношений через свободу что христос освободилось от ярма закона да как будто дал вам свободу делать все превратный ум да и этот момент приходит в церковь и церковь идет толерантно относится к данному данной ситуации он говорит вот чтобы я это сделал на вашем месте такого человека я бы отлучил бы отлучил и он говорит об этих вещах второе послание калифин он говорит я благодарю то что вы приняли и этот человек восстановился толерантность в чем вот смотрите если мы знаем что в общине бывают разные вещи кто-то с кем-то ну соблазнит кого-то и мы идем на толерантность а ничего страшного у кого не бывает и человек еще раз делает такую вещь и еще раз то есть есть моменты где община несет ответственность перед богом за свою толерантность данная ситуация не должна быть буду говорить что толерантность относительно людей которые воруют которые пренебрегают например властью которые бунтовщики революционеры всевозможные понимаете да о чем я говорю что мы мы не можем делать такие вещи как революцию в обществе которые богопоставлены богу я имею ввиду властей то есть бог не дал нам как верующим людям кого-то ставить царика кого-то кого-то снимать но если мы начинаем пропагандировать да какие-то такие революционные вещи в церкви или в общине поддерживать такие бунт или же противостояние да такое мы подвергаем толерантности то есть мы позволяем греху развиваться это равносильно как ависалом который захотел восстать получил ли ависалом благословение и люди которые привкнули к нему абсолютно нет но священники участвовали в данной толерантности ух понимаете да и это пришло привело к разрушению честно говоря во времена переворотов советской советской октябрьской революции много священников много пастыров пошли на сторону большевиков как поддержав их перевороте и снятие царя пролив кровь данная ситуация повернулась после всего против них я сам читал то призыв и был такой варах не варанаев баптистов один из служителей баптистского движения варахаев варахаев нет это то же самое у варахаев был у баптистов я знаю что это как бы одна фамилия такая но у них было такой во время вот переворота когда свергли царя он дал письмо по по всем общинам баптистов чтобы поддержать и сказал что нормально вступать в ряды красной армии мы видим что после всего чем она обернулась красной армии да то есть в себе строй пошел против я понимаю что то то время желание перемен те обещания которые были сделаны церковь попалась под эту удочку удочку перемен да но будовщиков бог не не воспринимает нормально захваченная власть да не поставленная власть бог ставит сегодня мы говорим есть нормальные выборы есть тот решение народа и бог ставит царей и правителей но когда она свержен ни один ни одно ни один бунт не проходил безнаказанно если вы заметили даже советского не советского а в россии все тень каразин это все остались всякие бунты они прекращались вот так вот поэтому толерантность церкви относительно политических каких-то вещей перевороты все остальное не должно быть не должно быть мы должно быть держаться священного писания и правил которые священное писание нам дает вопрос по поводу того что допустим сестра она прошла водное крещение и продолжает периодически сожительствовать и как с этим вот ты говоришь но я еще не готова я не готова расстаться с этим человеком человеком как быть ну вот я не пастор я нет я просто как сестра периодически спрашиваю как мы поступаем с этим вопросом как вы поступаем как вы думаете как можно я скажу да вот я того же мнения мое понимание как бы покаяния не было если она продолжает жить во грехе после водного погружения как бы вот я я я сам я как как поступать просто на смотрите 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 покаялся ли тот молодой человек который начал сожительствовать со своей мачехой покаялся ли он последствий да но это все в церкви произошло отлучен и так далее я верю что механизм в этом самом в общем в церкви есть а раньше послушайте даже раньше так общество было религиозным какие-то церковь имела власть да то сожительство например с другим человеком было ну посрамлением для всего народа это презиралась не так ли презиралась и этих этих девиц сразу же знали куда отправлять в дома терпимости то есть понимаете да распутство она всегда не словно себе как бы ну клеймо на улице везде сегодня мы люди говорят это так мы созданы такое наше общество без этого нельзя не подстрелил не поехал вот и все в церкви да не не будет такового или вообще не в церкви но смотрите я буду говорить так сложно например даже и в других церквях где есть приход там церковь нет исповедания человек на совести каждого человека он пришел поисповедался если он посчитал нужным он рассказал это батюшки либо отцу там в церкви католической церкви либо литеранской церкви он поисповедался там если посчитал нужным и прошел консультацию такого направления и все в протест более таких протестантских продвинутых церквей где есть членство есть забота о членах да то они подвергнуты большему давлению так нам нужно сделать решение подотчетности например если сегодня православная церковь выступит против гомосексуализма да вот так вот скажет такие какие-то слова такие серьезные им ничего не будет так как членство так какого в церкви отсутствует он не может сказать человеку который пришел в церковь поставить свечку если он гомосексуалист чтобы он вышел и убрался как бы для него это не становится как бы ну проблема потому что это все миряне принципиально хотя они выступают как бы против но если выступит против протестантская церковь особенно если человека возьмет на замечание либо исключение из церкви по причине данного греха такой человек может пойти в суд и пожаловаться и данная церковь будет как бы ну либо наказано финансово либо может быть получить срок в европе сегодня сегодня в европе ну опять мы говорим откуда происходит все это это все евросоюз к чему мы идем как поступать с данным человеком вот как бы сестрой да на самом деле написано с блудником не сообщать если он называется братом или сестрой с блудником что не садится за стол не для того чтобы пренебрежать а чтобы привлечь к его к ответственности и сказать ему слушай мы с тобой в завете если ты дорожишь нашими отношениями если ты понимаешь что я не могу согласиться с твоим поведением то смотри от тебя отворачивается не мы то есть не не просто люди отворачиваются от тебя отворачивается бог понимаете о чем я говорю да очень интересный момент который происходит в деянии апостолов она не софира приносит финансы которые они продав получили за продажу своего имени или имущества да и утаив утаив от оплаты то есть они не сказали правду и Петр делает такой момент говорит ну это правда то тут ну вы продали и а тут да конечно он говорит ты что ты делаешь ты солгал не человеком а кому Богу Богу мы много мы не смотрим это как моменты мы смотрим вот люди Петр сказал слушайте ну я человек а здесь есть Бог вот видишь вот здесь Бог ты солгал Богу мы разделяем сразу христианское общество физическое и духовное то есть ты не против нас ты не мне солгал ты Богу солгал но никто не из вас не видит что он говорит ты не ты Анания ты не понимаешь мы есть тело Христово на земле мы есть Божья Божья власть здесь на земле ты не людям лжешь вот сейчас ты стоишь не людям лжешь ты лжешь телу Христову ты лжешь Богу который мы представляем здесь потому что вы есть храм Бога живого и что Дух Божий живет в вас ты не понял ты не понял ты пришел не к людям ты пришел к Богу и это тебя накажет вы понимаете да если бы церковь видела себя таким образом то ни сплетни никакая болезнь вот этот раковое там распутство и еще такие грехи не проникали бы в церковь церковь бы говорила мы есть тело а если у нас есть тело у нас есть иммунитет и я не буду принимать и я отвергну данную болезнь но мы не хотим мы хотим по-другому мы идем на толерантности когда начинает толерантность а ты знаешь что сделала Маша ты знаешь и начинается сплетни которые как раковая болезнь и мы не узнаем две стороны мы начинаем высматривать и смотря на ситуацию конечно это так а лидеры а священники и так далее я скажу так что для меня даже страшно говорить что-либо о священниках будем православной церкви либо о других церквях почему потому что я не я не на то место поставлен это ненормально когда идет осуждение понимаете когда идет осуждение потому что я подвергаюсь раковому заболеванию и осуждение становится как бы стеной между мною и Богом я я начинаю осуждать я не вправе сказать что почему он так одевается почему он так ездит почему такие вещи и не должен даже спрашивать понимаете почему потому что если есть грех в данном человеке если он делает что-то не так как Бог хочет да то это не моя участь осуждать написано что Дух Святой дан здесь нам на земле он сошел на земле чтобы осудить мир с чем о грехе о правде и суде а мы что делаем мы говорим Дух Святой ты классный все хорошо мы любим поговорить на языках любим почувствовать твое движение но знаешь посиди там в клозете немножко я пойду я стану на твое место осужу весь мир мы призваны благовестием все к чему мы призваны каждый из нас благовестием о том что ты пришел придешь и скажешь мне что Рая сделала с Вася и Вася сделал с Раей это не благовестие это не благая весть он говорит вот братья о чем вы помышляете помышляете то что честно то что достославно что чистота к тому к тому тянутся а мы вылить всякое 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 друг на друга и потом думаем а куда же церковь идет что происходит вместо того чтобы быть церковью например пришла мне Маша и говорит что Сережа сделал и я говорю Маша все хорошо ты ты сказал ты не против чтобы я вызвался Сережу и мы сейчас поговорим об этой вещи пастор не надо это тайна чтобы ты знал значит тогда должен исчерпнуть мы когда отвергаем любые сплетни либо на самом деле идем и конфронтацию ставим на месте тогда будет правильный момент когда мы начинаем прижимать себе тех обидчиков или обиженных людей когда мы ой ты такой бедный тебя неправильно поняли там такие пастора такие слушателя отвергнут тебя ну иди сюда я тебя приголублю я тебя никто тебя не понимает никто меня не любит да пойду я в садочек наився червячки все и начинается иди сюда послушайте мы мы призваны быть в единстве честно когда мы воспитываем своих детей если две минуты вот мы с Татьяной воспитывали детей мы не делили себя я хороший полицейский ты плохой полицейский пацаны не могли прийти ко мне и сказать мама там такая мама что такое что ты знаешь она на меня кричала нет она когда разбирался со своими пацанами да вот я даже не вставлял свои пять копеек я стоял я понимал что есть где то может быть несправедливо даже поступили там Татьяна да но я не вмешивался не говорил ничего потому что я мог потом сказать слушай Тань ну здесь немножко как бы пацанов ну чересчур либо она мне говорит Валик ты здесь перегнул палку чересчур наехал на них но никогда не вставляла как бы какие то какие то моменты чтоб не показать что у нас есть разногласия и теперь пацаны они понимают что если мама делает разборку папа туда не влезет если папа делает разборку мама будет поддерживать папу даже если мы не правы мы не показываем противоположие и на самом деле нету жалоб нету жалоб некому на самом деле жаловаться вы понимаете да о чем я говорю когда мы подходим к этому вопросу тогда справедливость поступает и человек человек приобретает иммунитет к тому чтобы воспринимать слушай услышал ну ладно я только услышал а вопрос оправда ли это никто из нас даже не сдает оправда ли это а может просто человек наговор сделал и это мораль которая прослеживается через описание толерантность начинается тогда когда мы допускаем наушников либо клеветников либо еще распутников в тело Христово и поддерживаем их их поддерживаем когда они делают преступления и против властей и против общины и делают разложение тела Христова вот это толерантность когда мы покрываем грехи людей и соглашаемся что жалеть их вот это все перерыв есть понимание такое кто из вас понимает что слышал такие слова гностики гностицизм астицизм ну да или же астицизм да аскеты аскетизм 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 ну такие вот материализм да мы знаем что такое а такие такое движение такое понятие как манихизм нет такого такого слова чуть ли не садизм да манишм беседы коль беседы хорошо все все хорошо а почему я говорю об этом потому что эти движения в христианстве привели нас к некоторым ну как бы сказать проблемам обществе. Давайте посмотрим на гностиков. Что такое гностик? Что, как бы, не доктрина ихняя, а что они более ценили? Духовность, знания. Ну, они ускоряли именно фокус более в духовной части, нежели это было по плоти. То есть, мы сейчас говорим о части, духовные знания, лишенные знания Бога, но при этом у них было понятие духовности, например, и плоти. И мы говорим о отношениях. Понимаете, да? Мы пришли к тому, что девушка с парнем встречались, и потом они повенчались. После венчания у них был. И вот откуда пошли дети. То есть, секс рассматривалось многими течениями как разный подход. Например, гностики, они более уходили в сторону духовности, именно познания, без Бога, нежели относились к телу. Они говорили, что фактически тело – это зло. Тело – это воплощение зла. Это примерно гностицизм, гностики образовалось во времена или постхристианской начала, после Христа. Но они именно фокусировались на том, что есть духовность, которая превышает плоти, плотских вещей. И они двигались к тому, чтобы отвергнуть плоть. К этому же и относились и аскеты. Они к продолжению этих вещей. Они на самом деле больше, еще больше уклонились к тому, чтобы человек мог покорить плоть. То есть, отвергнуть себя, что вся материя, она несет в себе зло. То есть, основываясь на том месте, где Господь сверх зло на землю, и вся земля подчинилась злу. И они посчитали, что тело, то есть, это плоть и секс являются как бы самим щадием ада или же греха. Похоже, похоже на этих вещей. Они считали, что духовность можно достичь только тогда, когда ты отвергнешь все плотские желания. Оттуда пошло и монашество, оттуда пошло еще такие уединения в пещеры всевозможные и так далее. Аскетизм. Мы говорили манихизм такой, да? Но это одно из движений. Было такое, человек по имени Маней. Маней. Маней, как бы. Манеизм. Ну, такой, как его даже сказать? Маней. Маней, который жил в Персии тоже в то время, где-то примерно в 215-й год. 215-й год нашей эры. Да. Сейчас Аша же проверит по интернету, да? Нет. Его философия заключалась в том, что вся вселенная создана была путем добра и зла. путем света и темноты. Как называется? Зорософия. А, ну, у нас, да, может. Зорософия. Зорософия, да. Зорософия. Мировоззрения. В то же время. В то же время. Добра и зла. Ну, это, как бы, может быть, это уже выход оттуда. До сих пор оно существует в Персии. Ну, или же Иран, Ирак тоже там. Они до сих пор это сектантское такое движение. Оно до сих пор еще осталось. Зороастры. Но именно Мани, он говорил о том, что свет – это добро. Тьма – это зло. И что человек, и мужчина, и женщина были сотворены как свет и тьма. То есть, имея полноту свою добра и зла. А? Ну, опять же, он не менялся в это, как в Всевышнем. Всевышний – это считается кто-либо, да. И что тело, которое мы наследовали, является низким, низшей уровнем, низшей ступенью темноты. Темная сторона. А душа является светлой ступенью души человека. И о понятии, что между тьмою и светом постоянно идет война. И эти непонимания выражаются в мужчине и женщине. Потому что есть вспышки, есть радость, есть тьмы, ненависть, любви. И в этом же контексте, что борьба между светом и тьмою, в конце концов, победит свет над триумфом таким. Это повело к началу дуализма, да, такое понятие – дуализм. Именно вот эта основа, то есть философии темного света и тьмы повело к дуализму. Которое повлияло на семью, как целостность между мужчиной и женщиной. Пошло понятие между браком или семьей и сексуальностью. Вот это движение, они отвергли сексуальность человека. Как бы понятие, что тело является злом. Секс – это зло. Иметь детей – это значит, ты и зачал его в грехе. А это значит, что это все зло. Ну да, так как бы движение пошло следующее. В христианстве. Это идеи, которые… К чему я говорю это? Потому что очень часто, когда поднимается вопрос о семейной жизни, например, если в мире, если вы посмотрите, в мирских кругах люди об этом свободно говорят, то по какой-то причине в христианском круге мы об этом говорить не хотим. Мы не хотим говорить о сексуальности, мы не хотим говорить о внешности, мы не хотим говорить о сексе, мы не хотим говорить о том, что происходит во время секса. нужно молчать и делать понимаете да так вы же вы знаете с кем и связались все делается может соседи не слышали вы поймите что это эти вот моменты они пришли к нам от именно от этого разветвления потому что сапа тора сама по себе она говорит о сексуальности о величии женщина о том какая она должна быть каким образом должна как мужчина же подходить женщины даже ритуалы которые обходятся во время всех периодах и периодах как что должен сделать при истечении так далее и тора об этом свободно говорит во времена которая развивала развивался дуализм которые другие философии развивались об этом даже не говорилось это с того собой подозревалось злым и зло и все дети рождающиеся уже в браке до считались грешными и порочными поэтому оттуда уже пошло крещение даже крестить их в раннем образе чтобы они получили как бы какую-то может быть надежду спасение если ты все ради все то есть тело зло секс зло и дети рожденные во зле если он умер они считали что эти дети не попадают в рай поэтому было крещение для того чтобы как бы противопостоять противостоять противостоять этого все вещи но мы понимаем что крещение является что созна осознанным решением поэтому этот момент очень был сложным для христианства и она как каким-то образом приходит в жизнь сегодняшнего настоящего христианства я понимаю что кусок консультация необходима для молодых пар и когда мы общаемся например с молодыми парами которые захотели хотят вступить в брак мы общаемся на одна тема я спрашиваю вопросы родителей когда они заручения происходят да я спрашиваю были какие-то патологии болезни по каким причинам они не могут иметь детей в иудаизме это это была очень важная часть очень важная часть даже проверки экзамены они только и шли к тому чтобы плодиться размножаться говорить об этих вещах чистота должна быть не запущение всяких болезней и об этом тоже спрашиваю молодых были кита болезни были ситуации какие-то может быть еще что-то было было ли было ли отношение до брака потому что это тоже влияет на все остальное и это вопросы которые не хотят люди поднимать в общинах или в церкви по какой причине как вы думаете потому что проникла идея идея что секс это зло но если это зло зачем тогда бог нам его дал некоторые люди говорят да покушался я в яблочко следа потекла пора захотелось уже секса нет ну это же неправильно это какая-то целая эротика зачем вы поймите что бог бог дал заповеди до только не вкусили правильно как вы думаете вопрос мне говорили вот они взяли когда вкусили они прикрыли свою на готу скрыли и как это они в что них что не не знали что они до этого были голые что-то сакабы это какие-то вещи происходили вопрос им не было стыдно дух перед другом вы понимаете да они они постеснялись всевышнего что они во первых стали ногами они обнажились перед богом и они посчитали что это части бы то что оскверняется позже всего по какой-то причине но не не стеснялись друг друга да да в особо каких-то разных местах как послали так там и остался да посмотрите необходимо понимать это с дуализм пришло понимание материализма да которая перенесла нас от крайности до вон крайность духовности пренебрежения тела да да это именно крайность теперь пренебрежением духовности и важность тела материализм на самом деле отвергает духу духовное состояние и и уже теперь происходит такое понятие как нас что секс является богом и и и и и да почему я об этом говорю христиане должны знать вот духовную духовное такое зло которое сегодня используется в этом мире против верующих крайности которые выводят многие люди например остерегаться остерегаться сексуальных отношений крайности именно нужно чтобы быть духовной меньше обращать на секс меньше обращать на это самое на о том чтобы на девушек на парней и об этом писание говорит они последнее время будет говорить чтобы не выходить замуж не жениться помните да оно исполнилось и другая часть похоть плоти похоть отчей года житей как другая крайность что смотрите теперь мы сами себе можем управлять нашим телом наших вещами материализм она это фокус на плоти что я могу сделать что моя плоть может диктовать духу что делать аксессы или как гностики или же то что я причислил ранее они дуализм это они наоборот пытаются сделать духовную выше чем плоть когда мы понимаем и одну и вторую сторону нам нужно выбрать как говорится золотую середину бог нам дал тела чтобы мы понимали что мы мы люди мы должны любить себя помните мы говорили мы должны любить себя мы когда мы смотрим в зеркало мы должны себе нравиться не конечно не и в полном смысле того чтобы ух как бы ну стоять у зеркала и говорить кто еще милее чем я не не об этом я говорю то чтобы мы на самом деле благодарны были богу тем что бог нас наградил потому что все что у нас есть это дар от бога и духовная наша жизнь тоже является даром именно христианство или же он говорит верующего то что мессию они приводят две стороны наших эти крайности вместе понимаете что богу важно тела понимаете нет предатель тела ваших да вот эту же цвету и живую боговодных господь тела чтобы потому что момент тела это очень важно тела я вам скажу честно многие верующие которые я встречался с многими верующими из-за вот это состояние что плоть это является ну греховная часть и секс это как бы та темная часть христианства которые мне говорят многие ну не не приходят к близости с друг другом годами годами чтобы не скверниться чтобы еще что то не произошло чтобы этот самый момент ближе к богу быть это это неправильная часть писание об этом говорит чтобы мы не были искушаемы чтобы мы выходили замуж женились и знаете последнее время мне кажется это прискорбно но по какой-то причине я узлашаюсь в том что молодые девушки ищут себе парней с лимузинами и знаете принцев на белых на белом коне и ищут не там где нужно понимаете и влечет в мир почему потому что мир предоставляет свои прелести он там крутой парень круто одевается своих людей которые в общине либо в других общинах среди верующих людей не хотят замечать не хотят знаете почему потому что по себе судят если я тормоз то зачем мне другой тормоз два тормоза уже нехорошо нужно иметь газ и тормоз он будет газом я буду тормозом я как слышал эту песню ты моя любимая педаль и тормоз вы понимаете нет нет даже многие не это знаете я я общался с молодыми людьми ребята говорят слушай а что у нас нормальные девчонки есть ну слушай вообще это какой-то кошмар а девушка говорит слушай у нас же все идиоты говорят ни кола ни двора ни бизнеса ни машина ничего и я думаю а что ты ищешь если смотреть на мир именно таким образом получить от креста ради этой жизни мы в полном кедухисе понимаете понимаете нам полная торба а если так то мы напрасно наша вера ради этой жизни следующая часть многие смотрят на очень красивых и знаменитых и знатных и фигуристых зачем да вообще зачем это горе но реальность чего нужно смотреть надо смотреть на то что что чего можно добиться вместе я вас ободряю в том чтобы смотрели вокруг себя людей которые которые на самом деле и могут быть вашими партнерами в жизни многие из того что извините между ногами жмется бегают по разным местам непонятно чего после чего приходят ко мне трэбэ трэбэ прости меня я это самое не сдержался попал в проститутки пошел да пошел евангелизировать попал и сразу ссылку на это самое на 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 не 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 ссылку еще раньше когда как когда патриарх таком состоянии не знаю что происходили да пошел отдал свой посох пошел в печать и все а потом когда узнал что это его невестка чуть чуть не разорвал ее она посмотри узнаешь что это дело ну видишь бывает ты хотелось тоже пошел проститутки что-то надо было ему друзья это не выход это не это об этом писание так не должно быть если ты если ты на самом деле хочешь жениться замуж выйти почему искать среди неверных то есть не то что это как бы неверно люди не знают что с тобой делать он не знает твои кодексы морали он не знает что можно что нельзя он приступом делает вещи которые делают научился из порнофильмов и так далее и и ты понимаешь что это это геволт понимаете да то есть мы мы сами проходим через вещи которые не нужно проходить поэтому ездить нужно по конференциям поездить посещать другие общины церкви общаться и так далее смотреть среди тех людей которые ты одного духа одних вещей потому что большинство людей говорит а а может быть он покаяться он придет к богу и и поверь любовь спасает людей я говорю да и в следующее что я узнаю ты не можешь пойти на собрание потому что мы запоздали потом еще работа туда-сюда уже раз-два не пришел а уже потом стыдно на самом деле так и происходит два-три раза не пошел вышла замуж за неверующего два-три раза не пришла меня осуждает я прихожу все на меня глазами смотрят на кто на тебя глазами не смотрят чем смотреть задом ну понимаете да осуждение никакого осуждения нету человеку тех кто во Христе Иисусе никакого нет осуждения вышла замуж за неверующим твое горе вы понимаете о чем я говорю нет библия на самом деле библия нам не запрещает жениться выходить замуж должно быть по любви правильно так говорит что если выходить замуж за неверующего или же неверующего и поведет ценности неравные поэтому будут сложности и когда девушка верующий выходит замуж за неверующего сразу входит в закон замужества. Ты следуешь за мужем. Будь послушна мужу. Потом они через время сначала начинают осуждать всех верующих, потом приходит время, потом говорят, вот скучаю за общиной. Приходи. Не могу. Не разрешать. Все правильно. Не разрешать. Разве вы об этом не говорили? Говорили, Виктор Романович, говорили. Ну что ж. Для меня я свободен, на самом деле. Как пасы, как служители общины, я предоставил тебе пути. На самом деле, мы должны смотреть немножко по-другому, чем мы смотрим. Чем мы смотрим. Иногда мы думаем, что то, что в мире, оно захватывает. Оно будет по-другому. Оно даст совсем романтические другие чувства. Но если мы будем опираться на Господа, будем следовать Писанию, если мы будем применять все усилия не к тому, чтобы жениться или замуж выйти, а к праведной жизни, то есть понимая, что секс и отношения в семье, это Богом благословенные данные нам для управления и нашей духовной жизнью, и нашей плотской жизнью, тогда мы найдем правильные вещи. Правильные вещи. Я не знаю, куда братья смотрят. Я знаю, что девушек у нас много. Вы должны предлагать, пытаться, говорить со мной в первую очередь. А то те, кто... А то те, кто... Дед, те, кто это самое. Рэба не шепчет на ухо даме. А он посоветует присмотреться к этому. Как будто она Рэба, слушай, говорит так. Дайте мне микрофон, чтобы она говорит. Ну, да, да, да. Оля, Сережа, вот они поступили как нужно, по уму. Как по уму. Они еще дома. Поэтому нам нужно подсказать к этому правильно. В начале церковь, церковь первого столетия, было сильно под влиянием гностиков. Очень сильно. Очень серьезно было. И поэтому в церкви происходили такие проблемы с местами Писания, как Ефесянам, пятая глава, 28-28 по 33 стих. Пятая глава. Можете читать только в микрофон. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела, любящий свою жену, любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Потому что мы члены тела его, и от плоти его, и от костей его. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика. Я говорю по отношению к Христу и к церкви. Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя, а жена добоится своего мужа. и там есть какое выражение тела и что? И плоть. Два слова, да? Смотрите внимательно. Этот конфьюз, который произошел в церкви и под влиянием гностиков, произвело такое ответвление. Причина именно двух слов, которые используются в данном контексте. Когда говорится о слове саркс, то есть тело, тело, да? Или плоть, ну, плоть, это слово плоть, означает падшая, падшая натура человека. И второе слово, которое говорило «сома», что означало именно тело наше. Здесь плоть и тело. Этот конфьюз произвел в церкви большие проблемы. Тела предоставлялись в жертву живую, святую, да? Чтобы говорить Богу. Это было тело, которое считалось святым, то есть это часть, которая для словословия Богу. и плоть относилась к сексуальным отношениям, и это считалось злом. Разделили. «Сома» это было просто тело, физическое тело, а плоть подразумевалась падшая натура человека, старая природа человека. слово «плоть» именно. И это местописание очень было в конфьюзии церкви первого столетия или двух двухсот лет перед тем, как следующее движение пошло. Дуализм и все остальное. Это разделяло церковь. Оно делилось на понятие, что тело это есть разное понятие. Секс это то, что наше природное желание считало злым, и церковь отходила от таких вещей. на самом деле Бог не желает, чтобы мы любили своего греховного тела. То есть Бог против того, чтобы мы подчиняли свои тела чему? Распутству. Понимаете, да? Ведь не только похоть является распутством, но также еще есть алкоголь, который люди подчиняются, и тело уже плотское желание, оно тоже может быть контролировано. Наоборот, весь тонах говорит нам о том, как нам заботиться о своем теле, даже о своей плоти. Поэтому мы смиряем и порабощаем, что плоть мою, через что? Через что я смиряю? Пост, молитва, да? Павел говорит, что я не познал иначе грека, только через закон. То, что хотел делать, не делал, то, что делаю, это против закона. Кто избавит меня от этого тела, то есть от плоти, которое восстает, благодарность Господу, пишу Мессии, что Он избавил. Библия говорит нам о том, что то, что в нас заложено генетически для семейных отношений, является святым, которое мы не должны раскидываться. Это то, что должно сохраниться для одной избранной и так далее. Эти отношения должны быть святыми. Понятно, да? Вы должны познать свое тело. Я вижу, что мы закругляемся, завтра мы придем к пониманию некоторых вещей. Но сегодня я хотел показать, что в церкви мы посмотрели мирское состояние, как мир рассматривает тело и как церковь рассматривает тело. Откуда у нас мирские проблемы, которые влияют сегодня на нас, будучи в общине в церкви, в теле Христовом. И как это вливалось периодически в церковь, через какие непонятности. Поэтому для нас, живущих в это последнее время, необходимо правильно подходить к вопросу этики, морали, отношений. Даже для тех, кто не женаты, тех, кто еще думает жениться и выйти замуж. Я знаю, что это не самый интересный или же самый приятный урок. Есть намного интереснее уроки. Там, где теология, где там слово означает это, то, это, то. А здесь я подхожу просто практически вещам. Я понимаю, что об этом не говорят в церквях. Не говорят. даже это нужно тем, кто замужем. Тем, кто замужем, тоже это необходимо, чтобы правильно подходить к вопросу отношений. Потому что есть плоть, плотское состояние, есть духовное состояние. И чтобы мы не делали от нашей жертвы, от желаний наших, от того, что нам Богом дано сохранить в сексуальных отношениях и отношениях, моральных отношений, пренебрегая этими, казаться, что мы духовные. Или же наоборот, возвышая это, здесь духовность наша падает. Чтобы мы понимали, что это взаимные отношения. Как мы относимся к своему телу, так мы относимся и к отношению к Богу. Если мы не любим свое тело, мы не любим тогда и Бога. Понимали, да? Мы не любим тогда и близкого своего. Если не любим ближнего своего, то как мы можем сказать, что Бога, который невидим, мы к нему хорошо относимся. Если мы себя не увидим со стороны Божьего творения, мы не сможем понять другого человека. Мы тогда не сострадательны к своей жене. Тогда наше насилие, наше похоти может превратиться просто в бойню или насилие, ужаса, либо правильно подходить к этому телу. Правильно. Знаете, что в мусульманском мире, когда после свадьбы, брака, да, это среди нашего кавказских таких племен, чеченцев, сам жених не входил в комнату невесты три дня. А? Ну, я думаю, я думаю, что это одно из моментов, чтобы не нарушить это, как я дорвался до бесплатного. Понимаете, да? Такое состояние. Воздержание, показать, что есть все под контролем. Я верю, что это нормальный подход даже, чтобы мужчины могли воздерживаться, правильно подходить к вопросу своих чувств, понимая, что ближний, даже она, тоже является человеком, тоже есть чувства. И также не манипулировать один другим. Очень часто это происходит. Гармония вот к чему я хочу привести. Этика гармонии в вере человека заключается в том, чтобы понимать друг друга, понимать, для чего мы сотворены, как мы представляем себя и кто мы.